Значит, про ячмени, то на одном глазе, то на другом написали, что это такое. Отвечаю, отвечаю, что это такое. Значит, сейчас, минуточку, я тут готовилась. Такого видео у меня еще нет, но вот как раз, может, после этого сниму видео. Вообще, глаза – это такой достаточно сложный орган, и у него много всяких тканей. И каждый симптом может быть вообще про разную психосоматику. Вот что самое интересное. Но, тем не менее, так или иначе, это связано все равно с визуальной картинкой. Ячмень – это, знаете, какие там основные чувства, которые испытывает человек. Это стыд, отвращение и униженность. Это когда вы видите какую-то картинку, которую вообще не хотите видеть. Вам неприятно, вам даже вот прям отвратительно ее видеть. И при этом может примешиваться чувство стыда. Плюс, как будто бы вам надо еще защититься от этого. Так как это какая-то, в кавычках, грязь, что-то неприятное, картинка мне не нравится. Это даже, может, какое-то дело, которым вы занимаетесь, и оно вас вот триггерит на такие вот чувства сильные. Это не обязательно, что прям увидеть грязь какую-то или вот ужас какой-то. Не всегда просто вот занимаюсь нелюбимым делом, испытываю при этом стыд, отвращение. И мне как будто хочется от этого защититься, но защититься я не могу. Все, вот он, внутренний конфликт. Я должна иметь дело вот с тем, куда я смотрю, или что-то я делаю, или я там работаю, или... Ну, в общем, неважно, это какой-то человек, на которого я смотрю. Я испытываю вот это чувство, этот внутренний конфликт. Вот может появляться этот ячмень, или как и называют, полезион. Причем, может быть, что-то такое в детстве произошло. Надо искать триггер. Триггер – это спусковой крючок, а треки – это уже то, что запускает потом как... Как это сказать? Как напоминание о том триггере, понимаете? О том событии, которое являлось триггером. Так, сейчас еще скажу. Значит, про эмоции я сказала. Так, я тут просто записи свои смотрю. И, в общем, вам хочется разъединиться, вот условно, с этой картинкой, но не получается. Все, в общем, ищите вот там непристойное, неприятное и тема защиты.